Когда меня попросили сделать выступление, я подумал, что это должна быть агитка, но вроде как, когда выходишь к бакалаврам, они такие не знают, в какой рус идти, а их еще сюда посадили родители, они такие думают, господи, быстрее бы этот день открытых дверей закончился, я все равно уже подал сюда оригинал документов, но мне здесь нужно быть, потому что меня привел там учитель и еще пол. Я понял, что с аспирантами дело обстоит по-другому. Я рад здесь видеть лица ребят, с которыми я и так встречаюсь каждый день. Я рад здесь видеть новые лица, и я понимаю, что вы в какой-то, ну, достаточно даже, скорее всего, высокой мере уже определились с тем, что вы будете заниматься серьезной наукой, то есть аспирантура это уже ваш первый шаг в серьезную науку. И здесь я просто стою, наверное, как демо-версия, потому что мне очень повезло, все положительные стороны аспирантуры, которые предлагаются в нашем хим-университете, они так или иначе меня коснулись. Какая-то больше, какая-то меньше. И начать я хочу ни с чего иного, как, собственно, с научной работы, на которой у нас в хим-университете есть реально очень большой фокус. Несмотря на то, что последние там несколько, я не скажу точно, 3-4 года меня еще только олег поправит, аспирантура стала третьей ступенью обучения, вместо чисто научной части жизни, так сказать, человека, у нас в университете фокус на научных исследованиях сохранился полностью. И это видно во всем, начиная от того, как у нас строится учебная программа, то есть у вас есть базовая часть, и у вас есть дисциплины по выбору, в частности, скажем, дисциплина, которая преподается на кафе физики методы определения молекулярной структуры, если у вас есть желание, вам даже, в общем-то, не обязательно заниматься научной работой на кафе физики, если вам интересно определение молекулярной структуры, вы можете пройти такой курс. И заканчивая, скажем, электронным документом оборотом, то есть для того, чтобы провести исследование в центре коллективного пользования, вам достаточно зайти на сайт электронных форм и ГХТУ, подать заявку, ну, желательно еще, может, параллельно согласовать это, собственно, с операторами, договориться, как лучше сделать исследование, прийти, сделать исследование, получить на свою внутреннюю почту результаты через день, два, и тогда в редких случаях немножечко дольше. Мне нужен был пример, мне нужна была картинка, потому что иначе презентация была в руфло, и поэтому я зашел в соседнюю лабораторию, сфотографировал оборудование, на котором у нас студенты работают по принципу «пришел, сел, работаю, записался». Сейчас это более, так сказать, формализованно, потому что недавно было приобретено оборудование. Это время разрешенное, это приборы для времякоррелируемого подсчета единичных фотонов. Таких приборов немного в России, чуть больше в мире. Это прибор, к которому у вас есть свободный доступ. Прибор, скажем, про который рассказывал сегодня Георгий Васильевич Гиричев, он очень уникальный, и про его уникальность он сказал тоже много. Таких приборов у нас по университету огромное количество. Если вы подойдете, скажем, к научному руководителю, который будет вас курировать, который будет заниматься вашей научной работой, я уверен, что один, два, три прибора, с которыми вы будете работать, они обязательно есть прямо здесь. Кроме этого, здесь вы получите опыт научного руководства. То есть, когда вы приходите на производство, если вы вдруг после аспиратуры подумаете о том, что, ой, нет, ну, наука это здорово, я сейчас квалифицированный ученый, но я хочу заняться производством, у вас спросят, а какой у вас есть опыт? И если про опыт, скажем, практической работы вам будет сказать сложно, ну да, вы не ушли после попавриата, вы не технали, не знаю, мало работали руками, то вы можете сказать, мало того, что у меня есть высокое образование, у меня есть опыт научного менеджмента. И это очень сильно поднимет вас в глазах любого работодателя, потому что практически у любого научного руководителя, практически в любой научной группе аспиранты занимаются кто-то формальным, кто-то чуть менее формальным, научным руководством. Вопросы стипендий Георгий Васильевич тоже, опять же, поднял. Я только хочу сказать еще вот что, что у нас существует прогрессивная надбавка, это значит, что ваш доход, он будет пропорционален вашим усилиям, и не так, как это иногда бывает, потому что я общаюсь с коллегами, общаюсь с ребятами, которые учатся младше меня в некоторых вузах, когда ты занимаешься наукой, словно говоря, публикуешь одну статью в Мурзилке в год, и за это ты получаешь фиксированную надбавку. У нас здесь учитывается, естественно, все, сколько статей, какие это статьи, сколько выступлений, какие это выступления, а самое главное, что вуз настолько стремится, ну, слова прессовать, наверное, нет, а способствует тому, чтобы вы сами же добивались высоких научных результатов, что даже участие в конкурсе грантов является ключевым показателем эффективности. То, что вы пытаетесь получить дополнительное финансирование, то, что вы пытаетесь развивать научную тематику, это подтверждает. У нас в университете, как класс, изжит факт научного инбридинга. Мы не фокусируемся, не замыкаемся в своих научных группах. Я вот здесь вот примером вот то, что вспомнил, что я был за время аспиратуры несколько университетов, научных институтов в России, в России, естественно, я не все перечислял, имперский поле Шлоны и технический университет Трезден. Мы находимся в постоянной научной коммуникации с этими товарищами, и самое главное, что эти коммуникации, вот сам последний, они происходят и с зарубежными коллегами. И здесь я скажу, да, стипендия президента для обучения за рубежом, стипендия, да, вы скажете, ладно, окей, что мне решает поступить в аспиратуру в любой другой вуз и получить ту же самую стипендию. Есть два фактора, которые я считаю важным выделить. Первый фактор – это то, что профессорско-преподавательский состав нашего университета очень внимательно подходит к тому, чтобы сопроводить процесс подачи заявки, помочь с нахождением рекомендаций, чуть ли не, не знаю, отеческие чувства в этом плане, помочь тем, чтобы найти, куда поехать, помочь с тем, чтобы после того, как вы получили, значит, этот грант, вплоть до того, чтобы помочь с тем, чтобы получить визу, потому что вот моя коллега, например, только недавно выбралась в университет в Шотландии, и проректор по научной работе Юрий Сергеевич Марфин, который перед вами сегодня выступал, практически лично помогал ей получить визу в сложных условиях пандемии. Ни в каком другом университете России я о таком не слышал, общаюсь я очень много. И второе, о чем я хочу сказать, это то, что об учебе, да, да, вам хорошо бы иметь хороший уровень английского языка, я думаю, что если вы идете в аспирантуру, вы уже имеете солидное основание. Но курс английского языка, который предлагает наш университет, и так получилось, что я уже когда поступал в аспирантуру, говорил на английском как на втором родном, все еще дали мне что-то новое. Это большая редкость. Я видел и проходил платные курсы, и я видел и проходил бесплатные курсы в нашем университете. Поверьте, мне вам очень сильно помогут в том, чтобы приобрести необходимые навыки для того, чтобы уехать учиться за рубеж. И самое главное, ну, а на последний по порядку, но точно не по значению, учебный план в нашем университете достаточно гибок, и когда такое произойдет, буду говорить, когда, а не если, чтобы не сглазить. Когда вы поедете на обучение за рубеж, вы составите индивидуальный учебный план, все преподаватели пойдут навстречу, и вы получите все зачеты тогда, когда вам будет удобно, то есть после вашей поездки. Это здорово, и это тоже уникально. Естественно, грантовая поддержка, это гранты для аспирантов, которые вы можете получить сами, это гранты ФИА, аспиранты, который сейчас прекращен в связи с реорганизацией ФИА при соединении к РНФ. Это новый грант от фонда РНФ, который тоже предоставляется для руководителей аспирантов. Чтобы вы понимали, эти гранты, они выдаются на два года, то есть вы имеете уверенность в том, что вы реализуете работу по своей тематике, я сам работаю по гранту ФИА, и уже, так сказать, надеюсь, что подхожу к завершению и к защите кандидатской диссертации. Но кроме этого, я хочу обратить внимание, что уникально большое количество руководителей лаборатории, руководителей направлений у нас в УЗИ сами имеют свои какие-то крупные грантовые проекты, и с очень высокой долей вероятности, когда вы придете заниматься научной работой, вы будете трудоустроены по гранту. Вы будете работать не только за степенью. На этом, наверное, все. Из всей агитации у меня осталась только одна фраза. Если аспирантура, то в КХТУ. Я это прожил, так сказать, перевалил через себя. Я лично вам рекомендую. Спасибо, ребят. Я надеюсь, что вам было полезно.